Вот Вадим Гершанов художник, Динара Расулиева поет, Юлия Кнедянова, благотворительный фонд «Солнце внутри», она с инвалидами работает. Вчера Надир Мемеев был, у которого здесь была мастерская, это Тукаевская премия, этого года лауреат с женой, они в подвале убирались весь день. Табрис Юрилен приезжал, сегодня Морбек Бутула приедет убираться тоже с семьей, Виктор Тимофеев приезжал. Год назад мы начали собирать рассказы жильцов бывших и нынешних о своей жизни в доме, и год назад мы сделали об этом спектакль, и поэтому нам было очень сложно оставаться равнодушными, потому что из дома сейчас происходит, а происходит примерно вот что, там несколько недель назад, две или три, большая часть оставшихся здесь жильцов съехала, и там половина примерно подъездов открыты, взломаны или просто оставлены открытыми дверь квартир, и очень много, ну просто любопытных людей, или мародеров, которые выносят оттуда там срезанные батареи, или бомжей, которые там начали жить. В общем, дом стал превращаться в заброшку, и несколько дней назад случился пожар, который, к счастью, заметили и быстро потушили. Ну то есть мы просто поняли, что если, ну как бы ничего с этим не делать, то мы, наверное, рискуем очень быстро этот дом потерять. Мусор, который есть в подъездах, во дворе очень много мусора, в скрытых квартирах, для того, чтобы просто уменьшить риск возгорания, и плюс, ну, переработать тот мусор, который можно переработать, для того, чтобы он не попал на свалку, то есть отдельно, ну, здесь складывается стекло, отдельно пластик, отдельный металл, все, что может быть переработано, будет переработано, какие-то вещи, которые хоть какую-то ценность представляют, таких, на самом деле, не очень много, ну то есть часто приходит просто граждане любопытствующие, которые спрашивают, а находите ли вы здесь какой-то антиквариат, а в самом деле нет. Ну то есть все, что могло бы быть кому-то интересно, уже давно, мне кажется, вынесли все заинтересованные. Ну то есть мы находим там, не знаю, документы, книги, все, что хоть сколько-нибудь, ну, может быть, интересно, мы просто собираем на складе, возможно, это будет какой-то, не знаю, музей жильцов, который будет параллельно как-то существовать со спектаклом, книги мы вывозим в библиотеки, одежду чистую мы собираем и вывозим в благотворительную организацию, ну то есть мы просто пытаемся сделать так, чтобы вещи, которые кому-то нужны, попали тем, кому не нужны, те вещи, которые не нужны, мы вывозим на свалку, потому что пока что свалка внутри дома. В этом доме жили мои Давяти и Давяни, вот Саварат Гамов, я принесла книжки нашим ребятам, я хочу здесь как раз вот письма, когда они были репрессированы в 37-м году, и Давяти был на Ебееве здесь сидел два с половиной года, а Давяни забрали все благ. А мой папа здесь скрывался на верхних этажах, у нас была родственница со стороны Дати, Хатерапа, ее сын тоже стал хорошим художником, каталожным, Рауль Абонур Мухаммедов. И вот он три с половиной года фактически скрывался как сын врага народа, ему было 10 лет, и все это связано вот с этим домом. Поэтому, когда я узнала о том, что есть неравнодушные ребята, когда мы ругаем молодежь и говорим, что она не такая выросла, как мы хотели бы, мне кажется, что с такими людьми, ну, просто есть такое понятие гордости за свою страну, Родину и тех, кто ее населяет. Я им очень благодарна. Родину и тех, кто ее населяет. Родину и тех, кто ее населяет. Мы просто неравнодушные горожане, которые сначала приходят, чтобы узнать, что происходит. Они спрашивают, что мы делаем, мы рассказываем, что мы делаем. Люди берут перчатки и идут вместе с нами набираться. Ну, то есть, когда мы зовем своих друзей, друзья приходят нас поддержать. Да, это просто люди, которые узнали, видимо, из статей, которые вышли там буквально, не знаю, вчера в разных заданиях. Ну, то есть, совершенно разные люди. Я, мне кажется, не знаю половину из них. В общем, я рада, что они приходят. Спасибо. 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 Спасибо.